И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, и просто случайные посетители моего YouTube-канала. С вами опять я, да-да, не удивляйтесь, всё тот же, не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале Московский Обжор, и сегодня уже на улице 23 января 2020 год. И несмотря ни на что, а сегодня в Москве выдалось, давайте узнаем у Алисы, какая сегодня погода выдалась. Сейчас мы у Алисы спросим. Она всё знает, ребят, она всё знает. Сейчас я спрошу. Какая сегодня погода в Москве? Сегодня в Москве от минус трёх до минус двух. Небольшой снег. Так вот, а я же ведь оптимист. Я, несмотря ни на что, снова взял себя в руки, оделся, собрался, умылся, обулся, причесался, подпоясался как надо, да и с нетерпением отправился в очередной раз. А за покупочками, а знаете куда? На этот раз. Правильно, в гипермаркет Ашан. А сегодня в Москве выдалась очень противная погода. А всё дело в том, хоть сегодня минус три, но сегодня страшный был целый день ветер. Такой ветер, что даже здорового мужика сносит просто с ног. Очень, ребята, холодно. Страшный ветер. Вообще пипец. Ну а на то, что скользко сегодня или не скользко, вроде как нормально. Но всё равно нужно быть предельно осторожным и аккуратным на дорогах. Особенно это касается не только пешеходов, но и также водителей. Вот. И что я хочу сказать. Я сегодня в Ашан поехал для того, чтобы купить в очередной раз очень вкусную, полезную, обалденную, качественную вещь. Лече. Да не просто лече, ребята, а чудо лече от фермы каждый день. И колбаски я там заодно купил. Вот. И вы не поверите. Цена за лече. Сколько раз я туда ходил всегда. Кто его нету, кто мало. Разбирают, ребята, разбирают. Потому что была на днях, ну не на днях, а вот как-то была передача. Естественно, отборность на канале ТВ-центр. Её ведущие, Атар Кушанашвили и Зинаида Руденко, проверяли это лече. Сказали, очень хорошее, качественное, безопасное. Вот. И что я хочу сказать. Цена за одну банку составляет пока ещё 58 рублей 65 копеек. Вот. 58-65. Это вот за одну баночку, в которой 680 граммов. Посмотрите, ребята, сколько я сегодня купил. Вы с ума сойдёте. Знаете, сколько? Вы сейчас с ума сойдёте. Целых 8 банок. Да-да, не удивляйтесь. Не удивляйтесь. 8 банок я сегодня купил. Давайте сначала мотор сделаем, мотор сделаем. Вот мотор. Так, посмотрите, ребята. Сейчас с ума сойдёт. А, давайте я вам сначала покажу, как оно выглядит. А то, может, вы забыли, у вас же память плохая. Ой, так что завидуйте молча. Хейтеры. Вот такое лече буду есть. Оно очень полезное, ребята. Тем более там содержится. А, перец. Он очень полезный болгарский. И томатная паста. Это очень полезно. И очень вкусно. Вот такое лече. Короче, посмотрите, ребята. То, что я вас не обманываю. Купил целых 8 банок. Вы представляете? Ох, вы сейчас будете мне завидовать. Чёрной завистью. Смотрите, ребята. Это вообще. Раз банка. Вторая банка. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Короче, 8 банок. Вы представляете, ребята? Такого леча я сегодня купил. Целых 8 банок. Вообще, да? Это вообще пипец. Во. Это вообще, ребята. У меня сегодня праздник. Ребята, посмотрите, какое лече. Какое лече я сегодня купил. Вот. Завидуйте, молча. Целых 8 банок. Так. И помимо леча я сегодня купил колбаску. Очень хорошую. Кстати, колбаска называется вязанка. Она бывает разная. Бывает молочная вязанка. Классическая. А еще ветчина бывает. Да и еще какие-то бывают. Она разная бывает колбаска. И она всегда очень дорогая. И вот совсем недавно. Это вот колбаса в Ашане за килограмм стоила 500 с чем-то рублей. 500 с чем-то рублей. Видите, какая дорогая колбаска. Это вот вязанка. Мясной продукт. Колбасное изделие. Вареная колбаса. Классическая. Выбор заботливых мам. И вот здесь написано без жгучих специй. То есть, видите, детям можно. Потому что она не содержит без жгучих специй. Вот такая вот колбаска симпатичная. Вязанка называется. Посмотрите, пожалуйста. Видите, написано без жгучих специй. То есть, детям, детям даже можно кушать. Маленьким детям. Вот такая вот колбаска. Вот, ребята. Завидуйте молча. Вязанка называется. Вязанка, ребята. Вязанка. Вот такая колбаска. Целый батон взял. Очень хороший состав, ребята. Очень хороший. На первом месте. А вот свинина стоит. Вот такая вот колбаска. Вязанка называется. И знаете, сколько сегодня на нее цена составила? Потому что бывает скидка. А так она стоила, я еще раз говорю, за килограмм 500 с чем-то рублей. А сегодня была всего лишь цена за килограмм. Ну, тоже, в принципе, не дешево. Но для такой колбасы нормально. 279 рублей. Вот, за килограмм. В этом батоне у меня 1 килограмм 332 грамма. Поэтому я 1 килограмм 332 грамма умножаю на 279 рублей и получаю. Вот, за этот батон я отдал 371 рубль 63 копеечки. Ясно, да? Вот. Вот такая вот, короче, колбаска. Вязанка. Ну, а так, все, в принципе, на этом все. Итого я сегодня, 23 января 2020 года в гипермаркете Ашан потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате 840 рублей 83 копеечки. Вот, 840, 83. Видите, как много я опять потратил денежек. Каждый день по тысяче трачу, каждый день. Вот. Я расплачивался безналичным расчетом, электронными денежками, то есть своим смартфоном. У меня к смартфону через интернет привязана банковская карта Яндекс.Деньги, Мастеркард. И вот я по-современному так расплачиваюсь на кассе. Только пикнул, взял чек и ушел. Вот, ребятушки, всем спасибо за внимание. Не болейте, не хворайте. И не забывайте подписываться на мой канал. Все, на этом точно все. Вот. Также завидуйте, малыш. И видите, сколько я сегодня купил вкусняшек. Это вообще пипец, да, ребята? Посмотрите. Ой, не могу, ребята. Ну, не могу я, блин. Ну, посмотрите, ребята. Ну, посмотрите, ребята, что только нет у меня. И колбасочка вот такая вот вязанка. Колбасочка вот такая вот, ребята. Какая колбасочка. Хейтер, ну. Посмотрите. У меня есть такая вот колбаска, а у вас нету. А у меня есть. Ну, конечно, вы будете завидовать и писать мне гадости. Всякие дизвайки ставить. Ну, посмотрите, ребята. Какая колбаска. Ну, блин. Это мне на один зубок. Вот. И вот такое лече, лече. Как же я люблю лече. Оно очень хорошее, вкусное, сладкое. Оно очень полезное. Там что только нету. Там же и красный перец болгарский, томатная паста. И что там еще? Состав очень хороший. Все тут есть. Все витамины. Ой, вообще не могу, ребята. Не могу. У меня еще картошечка есть хрустящая. Вот. Вчера я две пачки сожрал с пивом, с беконом, с девочкой. И вот у меня две пачки остались вот таких вот. Видите? Хрустящего картофеля со вкусом сметаны и лук в ломтиках. Вот две пачки остались. Видите? Как я живу, а вы говорите. Вы мне просто завидуете. Кофе у меня очень много осталось на скафе. Вон, полный шкаф. Как-нибудь потом покажу. И вот, я не знаю. Так же завидуете. Молчь, в принципе. Что вам еще сказать? Вот что я жрать сегодня буду. Голень куриная. Посмотрите, какие щи домашние, ребята. Какие домашние щи. Вот только посмотрите. Ну, на это я не буду обжор делать. Я уже сколько раз делал. Посмотрите, какая голень там. Сколько там мяса. Вы видите, какие щи домашние. Так же завидуете молчь. Вот. Вот так вот я живу. Видите? Бедно. Все у меня есть. Супы. И что только нет. Чесночок от нечистки силы. Вот я уже почистил. Буду с супом есть. С щами. С майонезом. Видите? Вот такой чесночок. Что только нет, ребята. Что только нет. Хлеба очень много. Что еще нужно? Ну, а на этом точно все. Завидуйте молча. Пока всем. Не болейте. Продолжение следует.